Запасной мастер-класс, я вытаскиваю его из кармана, он называется «Сколько зарабатывают сценаристы?» И, что называется, запасного спикера, пускаю в ход, его зовут Александр Молчанов, и поговорим мы с вами в оставшееся время о краеугольном, подкожном и фундаментальном, о заработке сценаристов. Сценаристы о деньгах по большей части ненавидят говорить, не любят, но все время о них думают. И вот давайте же мы наконец-то о них и поговорим. Во-первых, прежде всего, нужно понимать, что сценарий сценарию рознь. И очень часто начинающие сценаристы думают, что сценарий – это нечто такое одинаковое и однотипное. На самом деле сценарии бывают очень разные, разного назначения, естественно, разной цены. И одно дело – это сценарий рекламного ролика, совершенно другое дело – сценарий полнометражного фильма. И критерии, оценки тоже совершенно разные. Самые дешевые сценарии – это сценарий новогодних праздников, сценарий роликов для Ютуба, сценарий короткометражных фильмов, которые снимают выпускники киношкол. И здесь примерно 99% сценариев пишутся меньше, чем за 50 тысяч рублей. На самом деле обычно такой сценарий стоит 20-30 тысяч рублей. Кстати, примерно столько же стоит сценарий рекламного ролика, что для меня, честно говоря, является некой загадкой. Конечно, есть случаи, когда за рекламный ролик могут заплатить и 200 тысяч рублей, и даже миллион рублей. Но, еще раз повторюсь, большинство сценариев в этой ценовой категории находится в категории 20-30 тысяч рублей. И пишут их, как правило, люди, не обладающие сценарными навыками и не обладающие знаниями. Журналисты, блогеры, копирайтеры. Примерно столько же составляет гонорар за сценарий анимационного фильма. Продолжительность, средняя продолжительность анимационного фильма от 6 до 9 минут. Я написал два таких сценария. Если вы вчера смотрели наш эфир с Аидой Петровной-Зябликовой, то мы как раз говорили об этих фильмах, которые я написал для ее ученицы, режиссера Ани Шипиловой. Каждый раз это было несколько месяцев работы. Каждый раз это были десятки встреч с режиссером и десятки драфтов. Так, все, сейчас, насколько я понимаю, сейчас уже паузы не должно быть. Сейчас я проверю, да, звук есть, видео есть. Я уже дую на пиво, да. Вы меня-то видите, меня-то слышите? То, что я рассказываю, видно, слышно? Напишите в чате. Жалко, что не получилось Нину вывести, но... Не получилось, значит, не получилось. Бывали у нас такие технические накладки. И, в общем, рок-н-ролла без лажи не бывает. Так, напишите в чате. Видите ли вы меня, слышите ли вы меня? Почему люди пишут, что идет какая-то пауза? Да, все, видим и слышим. Окей. Значит... И гонорар 20-30 тысяч рублей, да. Как вы понимаете, заработать на этом деле много денег не получится. И много и регулярно зарабатывать сценарным мастерством можно только на телевидении. Но и здесь тоже довольно большой разброс цен. Я застал то время, когда динозавры ходили по улицам, а за серию платили 300 долларов. Сейчас таких цен на рынке давно нет. Выросли цены, выросло качество. Давайте посмотрим, какая ситуация. Меньше всего денег получают сценаристы дневных шоу и сериалов для домохозяев. Здесь за получасовую серию можно получить от 50 до 100 тысяч рублей. В среднем же здесь цена около 70 тысяч рублей. Ну, вы понимаете, да, что это может быть, например, и 100 тысяч рублей. Да, может быть чуть выше, да, 120 тысяч рублей. А может быть и сильно меньше, 30 тысяч рублей. Но большинство проектов находится вот в этой рамке между 50 и 100 тысячами рублей. Дальше. Вертикальный детективный сериал это около 200 тысяч рублей плюс-минус. То же самое. Это может быть там 250, может быть 150. Но где-то это все вокруг 200 тысяч крутится. Писать такие сериалы относительно просто. Снимают их много. И большая часть авторов работает именно в этом ценовом сегменте. Да, то есть такую серию за две недели написать, это, ну, такая комфортная, совершенно комфортный темп. И если человек пишет две серии в месяц, да, и получает по 200 за каждую, да, включая все. Заявку, поэпизодник, правки, да, вот от идеи до серии под ключ. Получается довольно приличный заработок, да, 400 тысяч рублей. Дальше. Вечерний прайм на канале Большой Тройки. Что такое Большая Тройка? Это Первый канал, это Россия и это НТВ. Обычно это 300-350 тысяч за серию. Здесь очень редко работают новички. Здесь чаще всего трудятся, что называется, рабочие лошадки индустрии, которые работают много и работают стабильно. И пока я работал сценаристом, я тихо и мирно существовал как раз таки в этой самой ценовой категории. И есть звезды, которые обсуждают свои проекты напрямую с руководством канала. Таких звезд 10-15 человек. Они получают в среднем миллион. И слышал я, что есть там, есть случаи, есть проекты, где может быть там полтора миллиона за серию. Имен с вашего позволения называть не буду. Сонаристы очень болезненно к этому относятся. Это люди, которые делают 8-12 серийные сериалы для Прайма. И очень часто они делают, да, то есть может показаться, да, вот ты за серию получаешь, допустим, миллион. Да, 8 серий ты пишешь. Получается 8 миллионов. А я же только что сказал, да, что можно написать серию за 2 недели. Так вот, такой проект, в таком проекте вы серию за 2 недели не напишите. То есть чаще всего это, например, какой-нибудь исторический сериал, где нужен большой ресерч. Да, например, когда Леша Паярков писал сценарий про Чкалова, он взял 4 месяца только на написание заявки. То есть когда он заключал договор, да, он сказал, ребят, вот вы мне платите аванс, заключаем договор. Я ухожу на 4 месяца изучать тему. И через 4 месяца я дам только заявку, да, то есть не поэпизодник, не пилот, да. А есть проекты, где нужен очень-очень-очень большой ресерч. Так же, как ликвидация, да, то есть когда он там 2 месяца сидел в Одессе и собирал материалы. И такой проект, естественно, да, канал вкладывает в него большие деньги, большое внимание к такому проекту, много глаз внимательных и недоброжелательных этот сценарий прочитают и много крови выпьют. И в итоге такой проект можно сделать 1 в 2-3 года. Но это условно там уровень Арифа Алиева. Да, это что называется средняя температура по больнице. Теперь давайте поговорим о нюансах. Если вы придумали новый проект, если его запустили в производство, вы, скорее всего, получите гонорар за расширенную заявку. Обычно эта сумма равна сумме гонорара за серию, да. Например, если вы получаете за серию 300 тысяч, то вы за серию получите 300. Ройалти сценаристы в России не получают. Они получают только гонорар. Но существует Российский Союз правообладателей, который начисляет сценаристам какие-то проценты за показы. То есть это тот самый налог, Михалковский налог на флешки. Да, то есть как бы, я не помню, как точно законодательно это оформлено, но это типа как бы налог на пиратство, да. И это небольшие суммы. У меня больше 20 снятых проектов, которые постоянно крутят повторах. Я получаю от РСП там 10-20 тысяч рублей в год. То есть это такая статистическая погрешность. Хотя я слышал, мне говорили о том, что есть авторы, которые получают значительные суммы. Миллионы рублей. Отчисления. Но я думаю, что это, условно говоря, уровня того же Михалкова, авторы. Существуют другие формы оплаты работы сценариста. То есть, например, если вы работаете на дневном сериале, вы можете попасть на конвейер, в котором есть главный автор, есть сюжетчики, есть диалогисты. Раньше так работала медиа. Сейчас я знаю, что тоже есть такие проекты, в которых так работают. В самом-самом-самом начале своего блистательного творческого пути я таким образом работал диалогистом в компании Амедиа. Да, и в этом случае сценаристу платится фиксированная зарплата. Ты просто на карточку получаешь себе раз в месяц зарплату, а не гонорар за написанное. Вообще, компании, в которых производится много контента, они заинтересованы в том, чтобы удерживать авторов. И, как правило, они платят авторам не гонорар, а стабильную зарплату. И работают такие авторы не дома, а в writer's room, в авторской комнате. Например, так работают авторы в Comedy Club Production и в Good Story Media. И, кстати, так работают авторы в Америке. И я думаю, что вся наша индустрия, она постепенно придет к этому. К тому, что работа сценариста будет по большей части не работа дома. Творческая работа написал, принес, сдал или отправил и все. А это будет работа офисная в той или иной степени. Суммы называть не буду, потому что там тоже очень большой разброс. Это может быть и 100 тысяч в месяц, да, там 100-150 тысяч. А может быть и 300-500 тысяч. В зависимости от, что называется, категории автора и уровня проектов, над которыми он работает. Я думаю, что вы уже, услышав все эти суммы, да, вы подсчитали и сильно воодушевились. То есть, позвольте ложечку дегтя в это все дело добавить. Сценарная индустрия не работает как банкомат. То есть, это не работает так, что вы написали сценарий, засунули его в дырочку. И из другой дырочки вылетела пачка денег. В начале моей карьеры у меня был целый год, за который я заработал 700 долларов. Сценарным мастерством. Тогда еще в долларах платили. И у меня были другие проекты, да, но другие проекты в этот год мне денег не принесли. То есть, то, что вы можете написать две серии в месяц, это не значит, что вы будете писать две серии в месяц. И очень высока вероятность, что, например, вы будете полгода сидеть вообще без работы, а потом вдруг будете сидеть и писать три проекта одновременно. И при этом ни один из них не можете бросить. Почему? Потому что непонятно, какой проект лопнет, какой выстрелит. Поэтому сценаристам нужно уметь не только зарабатывать деньги, но еще и распределять деньги, чтобы не остаться на бабах между проектами, в промежутке между проектами. Теперь, как обстоят дела с полнометражными фильмами? С полнометражными фильмами дела обстоят еще сложнее. Потому что, условно, давайте возьмем... То есть, когда мы говорим об экранном кино, да, то надо понимать, что мы говорим об очень разных, разного рода проектах. То есть, если мы говорим о сериалах, то там более или менее понятно. Кстати, друзья мои, если вы хотите сценарным мастерством зарабатывать стабильные деньги, да, то есть, ну, например, у меня не было выбора, да, потому что у меня большая семья, да, у меня родители были, которые зависели от моих денег, да, мне надо было там алименты платить, надо было жилье снимать, потом оплачивать кредит, когда я купил квартиру, да, плюс, да, В общем-то, я единственный кормилец в семье, да, мне всегда надо было зарабатывать много. И, соответственно, я просто вынужден был зарабатывать, да, и зарабатывать стабильно. То есть, чтобы каждый месяц, каждые 2-3 месяца, да, я получал крупную сумму денег, которой хватало бы на все мои расходы. Поэтому это только телесериалы. То есть, если вы хотите зарабатывать, только телесериалы. Ну, я и вообще считаю, что телесериалы сегодня главные, главные в киноискусство, да, большая форма. Телесериал это большая форма. И, соответственно, есть некое пренебрежение, оставшееся еще там с каких-то 70-х годов, да, у людей, которые работают в экранном кино, по отношению к людям, которые работают на телевидении. Хотя, не очень понятно, мне кажется, что для всех уже очевидно, где, где самая настоящая и большая движуха творческая происходит. И тут я просто в скобках добавлю, что в нашей сценарной мастерской, если вы хотите этим заниматься, то как раз сейчас идет набор на курс сценарий телесериала. Теперь вернусь к полнометражному фильму. Условно, если мы возьмем артхаусный фильм с небольшим бюджетом до миллиона долларов, сценарист получит за такой проект от 200 до 500 тысяч рублей. До 500. То есть, это значит, что это может быть и 200 тысяч рублей. При этом, велика вероятность, что вы будете писать сценарий вместе с режиссером, и вам еще придется и поделиться с ним своим скудным гонораром. Да, то есть, например, вы 200 тысяч выделят на гонорары, и вы из них еще 100 тысяч отдадите режиссеру за то, что он вам сидит и подает идеи, выносит вам мозг. Почему? Потому что режиссеры артхаусных фильмов, это не очень богатые люди, и они рады любой копейке. Если взять большой блокбастер, патриотический, исторический, военный, космический или все это вместе, здесь гонорар сценариста может быть от 2 до 5 миллионов рублей. Вам кажется, о, круто, я буду писать патриотические блокбастеры. И вообще, что там писать? Берешь американский фильм на эту же самую тему, меняешь имена американские на русские, и все, готово дело. Все работы на неделю. И смотреть будем прямиком в обзоре Бэткомедиана. На самом деле, братцы, нет написания такого сценария ада в труд. То есть, это год или два работы, во время которой ты себе не принадлежишь. А самое скверное, что во время такой работы, как правило, у тебя над душой стоит человек 5 продюсеров, у которых, у каждого из них есть свое мнение вообще по каждой сцене, по каждой идее. И тебе нужно все эти противоречивые мнения учитывать. И очень велика вероятность, что вас на любом этапе работы над этим сценарием заменят на другого сценариста. И вполне может быть, что и вы-то уже будете не первым сценаристом на этом проекте. И, соответственно, эти 5 миллионов будут делиться на всех этих сценаристов, которые над проектом поучаствуют. Да еще в итоге, если вдруг вы останетесь в титрах и фильм выйдет, вы еще будете перед хейтерами отдуваться за все те идеи, которые вам дали продюсеры и заставили вас воплотить. То есть, как вы видите, сценарным мастерством вполне можно зарабатывать приличные деньги. От 200 до 500 тысяч рублей в месяц. Более того, для пишущих людей это едва ли не единственный вид творческой деятельности, который приносит действительно достойные деньги. Но это очень нерегулярный, очень нестабильный бизнес. То есть у вас будет постоянно то густо, то пусто. Им можно заниматься, если у вас есть надежный тыл. Если кто-то из членов вашей семьи имеет надежный заработок. Вот, собственно, то, что я хотел вам рассказать по финансовой ситуации в сценарном мастерстве. Если по этой части есть какие-то вопросы, я готов ответить. Все ли вам понятно? Так, насколько сложно создавать персонажа в сериале, особенно женского персонажа, на основе биографии реально когда-то жившего человека? Очень хороший вопрос. Смотрите, он немножко не по теме, но вопрос хороший. Невероятно сложно. Невероятно сложно. Почему? Потому что нам надо понять, во-первых, что мы хотим сказать своим сериалам про этого человека. Да, то есть даже если взять реальную историческую фигуру, которая, казалось бы, более-менее однозначная, однозначное восприятие ее в истории, да, вы можете снять про него очень разное кино, да, например, про Наполеона. Возьмем, я не буду брать более близкие фигуры, да, но про Наполеона можно снять кино как про Наполеона любовника, про Наполеона военачальника, про Наполеона правителя, политика, да, или про Наполеона кровавого упыря, который стал причиной смерти огромного количества людей. Мясника, Наполеон Мясник. И, кстати говоря, людьми в его время люди его не воспринимали как героя. То есть люди, которые реально участвовали в его войнах, я немножко просто этим занимался. Я писал пьесу, посвященную событию под названием «Фолькельшляхте». Это битва народов, которая происходила под Лейпцигом к 200-летию этой битвы народов. Она происходила в 1813 году, и русские принимали там весьма деятельное участие. 20 тысяч человек русских погибло в этой войне. Но в основном, конечно, французы, да, и немцы, итальянцы, там все были. Вся Европа поучаствовала в этой битве. И я читал воспоминания участников этой битвы народов, и у них к Наполеону отношение было однозначное. Они считали его просто кровавым упырем. Да, а почитайте то, что пишут наши романтики про Наполеона, да, с каким восторгом. Вот, поэтому вам надо решить, собственно, про что вы будете историю про этого героя рассказывать. И, соответственно, берете вот это измерение этого героя, этой личности, да, а все остальные игнорируете. Вот самое главное, как мы делаем. Так. Как вы считаете, честно ли то, что сценаристы в России не получают роялти? Я считаю, что это не честно. Я считаю, что это одна из тех вещей, которая очень сильно мешает развитию сценарного мастерства. Я считаю, что отсутствие роялти в очень большой степени, скажем так, сокращает жизнь наших стариков. Потому что я видел, вот как раз вчера исполнилось 10 лет со дня смерти Эдуарда Яковлевича Володарского, которого я очень любил. Я, собственно, там, из-за него входил в правление гильдии сценаристов. Я не учился у него официально, но, конечно, я учился у него жизни, что называется. И Эдуард Яковлевич последние годы жизни был вынужден работать в каком-то совершенно сумасшедшем темпе, для того, чтобы зарабатывать на жизнь. При том, что у него фильмография в километр длиной. И совершенно спокойно он мог бы, если бы он получал какие-то отчисления с этой своей фильмографии, он мог бы сидеть, попивать коньячок, а не загонять себя работой. Очень тяжелой и интенсивной. Поэтому я считаю, что это, конечно же, несправедливо. И много лет я, в общем, какие-то действия предпринимал по этому поводу, когда я входил в правление гильдии сценаристов. И после смерти Володарского я был исполняющим обязанности заместителя президента гильдии. И писал письма и в Госдуму, и организовывал слушание, обсуждение этой темы на съезде Союза кинематографистов. И писал письма в Министерство культуры. В общем, каким-то образом пытался эту движуху качать. Ничего не получилось. Ничего, никак не сдвигается это. Сегодня по закону авторами фильма являются три человека. Режиссер, сценарист и автор музыки. При этом отчисления ройалти получает только автор музыки. Причем солидные достаточно отчисления. Три процента они получают. То есть вполне можно было бы эти три процента на трех авторов разделить. И мотивируется это следующим образом. Ну, откуда это взялось? Значит, господи, я их путаю. Я не помню, только в то время Хренников или Хачатурян. Вот кто-то из них был руководителем Союза композиторов. И было очень мощное лобби Союза композиторов в поздние советские годы. И они пролоббировали вот эти ройалти. А сценаристы как-то не... Сценаристы и режиссеры как-то не смогли это себе пролоббировать. И мотивируется это следующим образом. Что музыку для фильма можно исполнять отдельно от фильма. То есть как бы ройалти это использование. Да, это плата за использование музыки. Которую композитор может себе каким-то образом в хозяйстве использовать. Но с другой стороны, ребят, вот у меня там шкаф в зале, шкаф книг, сборников, сценариев. Хренников, да. Спасибо, да. Тихон Хренников. Почему? Откуда Хачатурян взялся здесь? И, соответственно, да, сценарий тоже можно читать отдельно. Да, это отдельный вид литературы, отдельный вид искусства. И почему в этом случае сценаристам бы тоже ройалти не получать? Поэтому, да, есть такая проблема. Может быть, когда-нибудь я доживу до того, что что-то изменится. И, кстати, когда Леша Олешковский стал президентом гильдии, первое, о чем мы с ним говорили, я сказал, что надо возвращаться снова к теме ройалти. Надо качать. То есть надо давить, надо давить. Когда-нибудь мы эту тему додавим, рано или поздно. Дальше, следующее. И это, кстати говоря, и на самом деле и заинтересованность в качестве тоже появится, да. Потому что ты пишешь текст, ты получаешь деньги всю жизнь, например, да. И ты заинтересован в том, чтобы написать как можно лучше. А если ты получаешь деньги один раз, ты заинтересован в том, чтобы написать как можно больше. И у нас сценаристы в итоге работают на 3-4 проектах просто для того, чтобы не умереть с голоду. Так, только телесериалы, платформы не в счет. Про платформы я говорить не буду. Почему? Потому что там все очень непрозрачно. Там нет пока стабильных форматов, нестабильных гонораров. То есть там вы можете и 30 тысяч получить за серию, и 200 тысяч можете получить за серию. То есть очень-очень по-разному, да. А поскольку, ну, как бы нет системы, да, то нет и сложно обобщить. И за один и тот же проект на одной платформе вы можете получить 200 тысяч, а на другой платформе 30 тысяч. Одного и того же размера серию. Так, насколько договор между сценаристом и заказчиком защищает сценариста? Это, смотрите, договор это фиксация договоренности. То есть договор не является двигателем договоренности. И у сценариста они ошибочно предполагают, что если они добьются какого-нибудь договора, да, и у них какой-нибудь агент или юрист добьется какого-нибудь надежного договора, да, то все продюсеры будут эти договоры соблюдать. На самом деле это совершенно не так. Если вы о чем-то договорились, согласились и согласились с тем, что и продюсер тоже согласился со своей стороны выполнять договор, да, в этом случае вы фиксируете ваши отношения. На что следует обращать внимание в договоре? Вот насколько он детализирован. У меня есть знакомая, не буду называть кто, которая, значит, заключая... Она, по-моему, рассказывала это на нашей конференции, на прошлой, по-моему, рассказывала. Можно назвать, да, Юлия Идлис. Значит, когда она, заключая договор, выкатила с друзьями, наняли сценариста, юриста, да, и юрист выкатил там типа 180 поправок к договору. И все, продолжение не последовало. Что касается детализации, на что следует обращать внимание? На три вещи. Это сроки, деньги, титры. То есть, когда вы читаете договор, вы в договоре должно быть четко обозначено, когда вы, в каком порядке, в каком объеме вы сдаёте тексты, да. То есть, например, вы должны сдать текст там 1 октября синопсис, да, 1 декабря по эпизоднике, 1 февраля, там, первый драфт, например, ну, там, 1 апреля, например, первый драфт и 1 июня финальный драфт. При этом в договоре должно быть записано, с какой скоростью вам должны давать поправки. То есть, например, в течение двух недель после вашего сданного текста вы должны получить поправки. Потому что, если вы не получили поправки, не внесли их, соответственно, да, дальше график летит, да, и это нарушение графика от вас уже не зависит. То есть, вы сдали вовремя синопсис, да, а продюсер правки задержал на год, например. Это нередкий случай. У меня был случай, когда по договору я должен был сдать сценарий 1 июня и получить поправки в течение двух недель. Я не получил эти поправки, да, почему? Потому что проект подвис, ждали режиссера. Режиссер вышел только 1 декабря, освободился, прочитал сценарий, выкатил свои поправки типа там 20 декабря. На что я вполне резонно сказал, ребят, поднимите договор. Подняли, посмотрели, все. Ну, я уже занимаюсь другим проектом, у меня нет времени сейчас вносить поправки. До свидания. Вот. И все, отказался вносить и, соответственно, на этом наша совместная работа закончилась. Но деньги я свои получил, да, потому что я свою часть договора выполнил. Так, договор больше формальность, так как спорить бесполезно и себе хуже будет. Я бы не сказал, что спорить бесполезно. Я считаю, что если ваши претензии справедливы, то надо за свои интересы стоять. Да, то есть это не значит, что надо спорить по любому поводу из-за любой мелочи. Да, но сроки, деньги, титры. Вот это три вещи, по поводу которых никогда нельзя уступать. Тоже у меня были такие случаи, когда, например, выходит серия, да, выходит моя серия, мой сериал, и я вижу там другого человека в титрах. Вот. И я тут же сажусь и отправляю, значит, сообщение на канал НТВ, отправляю в продюсерскую компанию копию, да, претензию, что типа, ребята, что такое? Ну, останавливайте сериал. Ну, какого хера? Вот мой договор, вот мой сценарий, почему я вижу. Оказалось, перепутали просто. Да, все, исправили. Следующая серия вышла уже, я уже был в титрах. Был обозначен как автор сценария. Вот, поэтому... Так, как продюсеры деньги получают? Для полноты картины спрашивают. Не для себя, для друга спрашивают. Продюсеры чаще всего получают, и на мой взгляд, это одна из больших проблем нашей сценарной индустрии, состоит в том, что продюсеры получают деньги на этапе производства. То есть, когда начинается работа над фильмом, да, получаются деньги либо от государства, да, либо от Фонда кино, либо от Министерства культуры, да, два источника. Либо от каких-то фондов, да, которые занимаются финансированием кино. Не обязательно, не обязательно российских, да, то есть, например, там, некоторые фильмы Роднянского, снятые в России, не финансировались ни фондом кино, ни Минкультом. Финансировались европейскими фондами. Да, и вот продюсер, я не, сейчас то, что я говорю, это не значит, что это имеет отношение к Роднянскому, никого ни в чем подозревать не буду, да, но проблема в том, что кино, наше кино, как бизнес, очень часто прибыли не приносит. Да, то есть, если посмотреть на окупаемость, да, у нас там несколько фильмов в год окупаются. И, соответственно, большая часть продюсеров свою финансовую, личную финансовую систему, да, выстраивает таким образом, чтобы получать деньги на этапе производства. Получили финансирование и оттуда какая-то часть денег берется и продюсер на эти деньги живет. Это не значит, что это делают все. Я знаю, что есть продюсеры, которые зарабатывают именно на прокате. Да, например, Иван Капитонов, режиссер Станислав Подгоевский. Вместе они делают замечательные, по-моему, хорроры, которые хорошо смотрят, которые хорошо окупаются. И, соответственно, Иван работает на свои, да, и очень хорошо работает. Небольшие бюджеты и нормально все, нормально все в плюс выходит. Я знаю, что некоторые компании, которые зарабатывают комедиями, которые снимают комедии, они тоже окупаются. Да, то есть понятно, что комедию можно снять с небольшим бюджетом, до миллиона долларов. Вот. А принести в прокате комедия вполне может там 3-5 миллионов долларов. То есть уже окупается. И вот если вы видите малобюджетную комедию, можно быть уверенным в том, что она окупилась и что продюсер на этом заработал. Так, количество драфтов. Если вы имеете в виду договоры, то может быть зафиксировано количество драфтов, да, например, там 3 драфта мы фиксируем. В реальности это никогда не соблюдается. Ну, мой личный рекорд 28, по-моему, 28 или 26 драфтов. Поэтому вполне может быть. Так, гонорар. Какая пропорция аванс-постоплата или только предоплата? Значит, как это выглядит? Обычно это выглядит следующим образом. Вы получаете, поскольку процесс написания сценарии растянут во времени, то вы получаете и деньги, соответственно, да, вы получаете растянуто по времени. Да, то есть, например, первая часть при заключении договора. То есть, я вам примерную модель расскажу, она может быть, может розница. Значит, заключили договор и, то есть, вы написали, скажем, заявку на 3 странички, либо телесериала, либо полнометражного фильма. Заключили договор с продюсером на написание. И получаете аванс. Да, и он может быть 10%, он может быть 20%. Редко, когда больше 20%. Дальше вы начинаете разработку. И, значит, в полном метре вы можете, следующий этап может быть, собственно, текст сценария. То есть, вы уходите, пишете сценарий, первый драфт и вы на этом этапе получаете, скажем, еще 50% гонорара. И финальные оставшиеся какие-то 30% вы получаете после того, как закончите весь сценарий. С сериалом немножко по-другому. Например, 10 или 20% в начале. Потом процентов 20, когда написаны по эпизоднике. Процентов 40, тогда, когда написано тело сценария. То есть, когда написаны диалоги. И оставшиеся деньги после озвучки. Когда, собственно, всегда какой-то хвостик денег, 10-20% держат до конца. Для того, чтобы иметь рычаг давления на сценариста. То есть, их выплачивают уже после озвучки. Потому что, ну, у меня были случаи, когда даже на этапе озвучки я продолжал что-то дописывать. То есть, просили еще что-то менять, менять, докручивать, докручивать. И поэтому приходилось снова и снова, снова и снова подключаться. Вот примерно так это выглядит. Так, по мотивам жизни, по реальным событиям фильм посвящается или как-то по-другому. Может быть и так, и так, и так. То есть, вот в случае экранизации, да, может быть любой из этих вариантов. Это зависит от того, насколько вообще, насколько близко к оригиналу. Иногда это связано с авторскими правами. Да, то есть, понятно, что если это там, условно говоря, Юрий Гагарин, да, то вы не можете сказать там, это фильм про первого космонавта Петрова. Да, потому что все знают, кто это. А если это, там, не знаю, музыкант, да, рокер, да, то можно сделать эту историю просто про рокера. Но если, конечно, опять же, речь не идет о конкретном музыканте, у которого в жизни были конкретные события. Да, там, не знаю, Цой, например, да. Мы можем снять фильм про легенду рока, который погиб в автокатастрофе. Да, но если мы снимаем, вот берем конкретные какие-то факты из жизни, да, мы уже вынуждены, вынуждены привязываться к конкретному имени, конкретному персонажу и конкретным событиям из жизни. И, соответственно, рисковать получить от наследников и судебные иски, и компанию в прессе, и так далее, и так далее. Так, а если фильм не закончен или сериал, тогда где наши деньги? Смотрите, у меня были случаи дважды, причем даже, когда я написал, это 14-й год, когда сначала из-за Олимпиады остановили все проекты, а потом вообще все заверте, и у меня закрыли сразу два проекта. Один для первого канала, другой для канала России. И они так и не отмерзли. Да, то есть один 16-серийный, другой 4-серийный. Проекты, большие проекты, на которые я потратил очень много времени, нервов и сил, и они не были сняты, и не будут уже сняты никогда, к сожалению, моему огромному. Но я получил за них деньги полностью, за оба проекта, 100% денег. Это немножко для меня послужило некоторым утешением. Так, сколько может стоить сценарий жанрового фильма, комедии, хоррора, который имеет шанс собрать в прокате? Плюс-минус миллион рублей. То есть, опять же, да, вы можете договориться, скажем, на какие-то меньшие деньги с продюсером, но это будет, опять же, это будет ваша личная договоренность, договоренность, да, что на стадии производства вы берете, скажем, меньший гонорар, но вы можете договориться о том, что вы, например, получите, там, скажем, полпроцента или один процент с проката. Да, то есть независимые продюсеры, они на такие сделки идут. Единственное, что здесь надо всегда договариваться не о прибыли, да, то есть не о проценте с прибыли, а о проценте с оборота. Вот. Условно говоря, один процент или полпроцента с оборота, это лучше, чем 10 процентов прибыли. Да, потому что, ну, можно сделать так, что фильм заработает очень много, а прибыли у него при этом не будет вообще. Итак, я коротенько, если еще есть какие-то вопросы задавать, я очень коротенько пробегу по другим, другим творческим, этим самым направлениям. Что касается театральной драматургии, да, может быть, тоже кто-то из вас будет этим заниматься. С театральной драматургией все очень просто. Мы получаем деньги через РАУ. Максимальный процент, который мы можем заплатить, это 8,5%. Это немного, действительно немного. Особенно, если там, скажем, малые залы. Вот у меня в основном малые залы, поэтому я сколько-то получаю, ну, какие-то не очень большие деньги. У меня пьеса «Убийца», она идет до сих пор еще там в театрах в 5 или в 10 по России периодически. И иногда можно договориться напрямую с театром на одну какую-то разовую сумму. Обычно эта сумма там 20-30 тысяч рублей. Понятно, что есть исключение. И исключение – это большие столичные театры, да. То есть, если, например, вы известный драматург, и у вас пьесу хочет взять театр Вахтангова, да, с огромным залом, с большими сборами, с дорогими билетами, то там сумма за пьесу, да, может доходить там от миллион-два миллиона в год отчисления. И, опять же, это могут быть и через РАО, и можете напрямую с театром договориться. Как договоритесь? Мои основные доходы театральные идут из Европы. Я не знаю, сейчас, наверное, скорее всего, это все закроется, да. Ну, вот последний раз я получил в евро деньги, да, но мне хватило на то, чтобы семью отвезти в Турцию и в Грецию в отпуск. То есть, это, в принципе, нормальные деньги, я сумму не буду называть. Но там вся работа идет через агентство, и агентство щедро отщипывает. Агентство забирает половину денег, которые идут. У меня пьесы идут в Польше и в Германии. В Польше, в Варшаве, в Кракове и в Шицине, значит, в трех городах. А в Германии, в Берлине и в Майнце. Где-то еще, где-то еще что-то есть, но там уже какие-то совсем небольшие деньги. Дальше, что касается прозы. Значит, здесь все зависит от того, сколько ваших денег на рынке, ваших книг на рынке, и, соответственно, да, как долго ваша книга на рынке живет. Да, то есть, понятно, что если у вас, например, как у Донцовой, да, у нее книги живут недолго. Но они проходят по рынку, да, и дальше чаще всего их не переиздают или переиздают каким-то небольшим тиражом. Но она пишет много, пишет хорошо, у нее стабильная фан-база, люди читают ее новые книги, да, и у нее постоянно на рынке, там, 50-70 книг. И, соответственно, она получает очень хорошее отчисление. У меня в какое-то время было около 30 книг на рынке. Всего у меня, по-моему, 36 или 37 книг. Но вот тот момент, когда было около 30 книг, одновременно продавалось, это были очень неплохие отчисления. И здесь есть два варианта, да, то есть вы можете сами издать свою книгу, например, через Reader.ru и получать отчисления напрямую, либо через издательство, да, и издательство платит обычно, Reader.ru платит, я не помню сейчас точно, там, 20 или 30 процентов от цены книги. Издательство платит от 10 до 12, 12,5 процентов от отпускной цены книги в магазин. И, естественно, если вы написали долгоиграющую книгу, да, как Гузель Яхина написала «Зулиха открывает глаза», книга продолжает переиздаваться, да, то есть книга существует, у нее, там, три книги вышло, да, и все три книги, они продолжают жить. Люди их продолжают читать. И, соответственно, да, ей нормально, ей хватает, да, и они постоянно переиздаются, да, издаются, там, постоянно, чуть не каждый месяц новая страна добавляется. Поэтому тут все очень неплохо, но это редкие случаи, это очень мало кому удается. Таких авторов, может быть, там, человек 10. Так, может ли у сценариста быть агент? Да, естественно, вот у нас вчера Леша Сидоров рассказывал как раз про Лигу кино, я вам рассказывал про CineMotion. Я не знаю, какие условия в Лиге кино, не знаю, какие сейчас условия в Stardust, но обычно условия такие. 10% за проект, который вы нашли, да, и агентство сопровождает, и 20% забирает агентство за проект, который агентство дает вам. Потому что, ну, стабильные вот это агентские 10%, которые... Так, а что у меня... Которые американские агенты получают, да, у нас такого нет. Так, Денис Викторович к нам присоединяется.